Вооруженное столкновение между Израилем и палестинским исламистским движением Хамас может перерасти в мировой конфликт, об этом заявил президент Республики Корея Юн Цо Гюль, выступая 10 октября на заседании правительства. Он особо отметил, что южнокорейская экономика больше других мировых экономик зависит от внешней торговли. В этой связи нельзя исключать нового роста инфляции и замедления восстановления экономики. «Правительство должно сохранять деятельность и своевременно реагировать на внешние факторы, чтобы не ухудшить ситуацию в стране», — заявил глава государства. Он призвал соответствующие министерства следить за ситуацией в стране и за рубежом. Иран и ливанское шиитское движение Хезболла поддерживают Хамас, а США, Великобритания, Франция и Германия выразили поддержку Израилю. «На этом фоне велика вероятность расширения конфликта на весь регион Ближнего Востока», — добавил Юн Цо Гюль. Он напомнил, что конфликты и войны на Ближнем Востоке всегда приводили к росту мировых цен на нефть и ухудшению положения южнокорейского народа за счет усиления инфляции. В нынешней ситуации необходимо сделать все возможное для стабилизации цен на продовольствие и поддержки уязвимых слоев населения в зимний период. Когда цены на энергоносители могут вырасти, он дал указание принять все необходимые меры для безопасности южнокорейских граждан, находящихся в зоне конфликта. Всем южнокорейцам рекомендовано по возможности покинуть Израиль через третьи страны.